большое видео про car web guru то есть это вот такой ланчер который ставится с нашего сервера в принципе скорость работы достаточно высокая очень удобный и очень много его тут можно скастомизировать под себя вот я вот только что принципе поставил я вообще не настраивал могу вместе с вами попробовать все это дело настроить чтобы развеять сомнения о том что бывает очень сложно его настраивать ну первое что хочется сделать наверно это пойти в менюшку и определиться с приложениями потому что но единственное что я здесь успел сделать это я зашел сюда выбрал пару приложений которые я хочу добавить в избранное ну допустим сейчас мы чего-нибудь еще зайдем тут нажмем например вот радио нет есть нажмем его в избранное добавить она появляется в избранном все то есть таким образом можно спокойненько быстро настроить список приложений по кнопке домой мы нажимаем еще раз вот они приложения да но он запоминает что все здесь то что мы выбрали она сохранена теперь по поводу внешнего вида очевидно тут есть куча настроек давайте на них посмотрим первое что бросается в глаза это внизу панелька она видимо связана с тем что можно выбирать разные виды на есть такой вид дизайн и да красивые впадающие разные менюшки прям какой-то очень своеобразная стиль сюда можно добавлять еще другие дизайны я их сейчас скачивать нигде видимо не буду но мы по своим просто попробуем какой настроить под себя ну допустим мы попробуем ну наверно даже это попробуем что нужно для того чтобы настроить это можно можем зайти для начала настройки тут есть задать тему да куча разных тем можно под себя что-нибудь выбрать я сейчас тут не буду выбирать темы мы пока нажмем кнопочку назад отсюда выйдем и вернемся к тому что мы можем сделать так начнем наверное с просто настроек системы зайдем можно указать очевидно свой автомобиль назовем мясо рента соренточку назовем не знаю как назвать еще разводитель автомобиля у нас киа сейчас мы его делать здесь или ставится вот на бок ли ставится найдем модель прекрасно сейчас мы здесь укажем и год изготовления не знаю зачем ему год изготовления автомобиля первый раз я такое вижу но вероятно это очень нужная опция поэтому нажимаем готова нажимаем ok смотрим дальше интерфейс цвет тема зеленый метод совсем не нравится наверное вот у меня есть крутилочка я под нее подберу этот оранжевый это наверно близок там тем цветам которые здесь участвуют можно еще конечно серый сделать оранжевые полоски прокрутки вот он системе имеет такие цвета вот иконочка да там она про такие цвета так смотрим строкам так автовозврат главное меню но нам это не надо тут 30 секунд по крайней мере любом случае это удобно строка статуса показать скрыть системную панель статус ну пока нет я предлагаю нас предлагаю на самом деле ничего не скрывать хотя есть него и перезапуск программы давайте попробуем вот вот мы убрали эту галочку нажмем назад вернись к нам я все прощу нажмем назад кнопочку просто и она сделалась вообще на полный экран да заметьте то есть в принципе достаточно удобно кому не нравится эти панельки сверху вот пожалуйста работа в полном экране теперь мы все меню на полном экране ну классно в принципе я для себя пока оставлю так так далее заходим возвращаемся да анимация используйте массу программе некоторых тем анимация да еще повторюсь в принципе скорость работы программы достаточно шустрая я пока оставлю себе анимацию для тех кто хочет максимум производиться от интерфейса анимацию выключаем и у вас появится какие дополнительные скорости от системы но насколько они там ускорит это вопрос конечно в целом можно еще и выжать из этого пункта далее полноэкранный режим скринсейвера ну мы на враче не будем использовать полноэкранный режим и скринсейверы по умолчанию оставим все же здесь есть даже не знаю насколько это надо далее что у нас скорость км час градусы установить системный ланчер вот сюда нажимать не надо на самом деле здесь стоит так штатный ланчер от производителя магнитолы и этого именно то что надо здесь ничего только не стоит дальше 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 что у нас есть виджеты разные можно активировать нам это не надо в принципе активы слежение за питанием да нет не надо у нас так вот прекрасно все включаться активировать bluetooth виджеты использования bluetooth да тоже нам не надо наверно проблеме это сейчас не нужно можно кому надо можно использовать календарь поездок и статистика да вот на самом деле наверное не хочу это использовать не надо мне это вообще все вот используя функции для слабо девайсов на самом я могу ты его исключить и вообще посмотреть как это будет иначе работать мне что-то подсказывает что она и так будет неплохо работать и какая-то тут прекрасно оставалась анимация в общем оставлю это для слабых устройств у нас устройство не не шибко шустрое хотя честно разница то особо не вижу можем с вами еще раз выключите галочку назад вернуться вот она перезагружается раз два нюшки нюшки видываются я даже не знаю что поменялось не знаю в общем пока я оставлю без движения пункт целом она все равно шустренько работает в общем продолжим с этого места тогда по другим пунктам который у нас есть меню настройки интерфейс да мы посмотрели программа смотрим в общем слабо устройство бог с ним я включу пусть шустрее может работать будет включить геокодер виджеты на адрес город улица ну включу я посмотрю включить погодный виджет включим зеркало заднего медами не нужны звук громко использует bass boost контроль громкости в общем не знаю на мере все на самом деле не надо никакие звуки настраивать я бы не советовал на самом деле все что-то трига трогать в плане звука и громкости потому что у нас очень специфичная работа со звуком и громкостью в шугу не знаю к чему приведут настройки здесь и на что они повлияют так дальше играть в фоне разрешить играть музыку в фоне ну хорошо разрешаю воспроизводить музыку при старте программы не надо запоминать состояние плеера нет наверно не надо состояние плеера вообще ничего синтезатор вечно он тоже не нужен активирует визуализатор музыки на самом деле мне это не нужно это лишняя ерунда которая будет хотя кому-то очень нравится визуализатор музыки поэтому как кому хочется но давайте он для интереса включу потом выключу себя обратно так если но эмуляция визуализатор не советую принципе визуализатор должен сам работать без проблем дальше отключить нормализацию звука тоже не будем отключить обработку аудиофокуса и не использовать встроенный музыкальный плеер ну пожалуйста пока все оставим посмотрим как это все работает скринсейвера я не буду включать кому надо включать и дальше яркость экрана у нас равно не регулируется можно даже с этим не играться далее что у нас локация она и так будет работать статистикой какая-то по пробегам окей ладно выходим назад вот он кстати тут в углу появился визуализатор даже если музыку какой-то включить музыка то есть музыку включим вообще вот он визуализатор работает вполне принципе работает не знаю надо ли он кому-то но в принципе штука рабочая какую-то картинку показывает для красоты так это мы походили посмотрели как настраиваются разные штучки опции вот тут плеер даже на самом деле можно ворот чего-нибудь ему передать а ну это вот штатный плеер можно создать библиотеку сарэндочка написал прекрасно в общем здесь штатный плеер я потом все равно отключу не нужен мне никак поэтому будем использовать что есть без плеера вот прикольно на самом деле тут еще вот такая менюшка есть да и самое интересное что все это можно настраивать потому что смотрите во первых цвет понастроили да во вторых теперь попробуем настроить менюшки например вот если мы сюда пойдем а ну сейчас здесь часы прекрасно работают да и здесь часы ну давайте мы что-нибудь попробуем поменять например чтобы у нас навигация вот эту кнопочку мою подольше поддержим мы его первых хотим поставить наверно на яндекс навигатор и мы должны пойти выбрать яндекс навигатор прекрасно вот он выбрался не знаю можно ли поменять хотим ли я удалить виджет о боже мой зря это сделано давайте добавим обратно его яндекс навигатор не знаю есть какие-то опции тут текст подредактировать ну-ка поставь мне обратно его ну видимо с вариантами текста как вагами например сделано не получается то есть я не вижу здесь опции которая бы разрешила поставить яндекс навигатор и уменьшила немножко его длину текста ну ладно ну а музыку например я поставлю сейчас что что со своим этим плеером представишь еще раз значит мы сделаем так мы только в пустом месте минимум в пустом месте о появляется такая штука мы только в зеленом квадрате котором нужен и упираем здесь например какой-нибудь какой нибудь fm-радио которыми здесь было вот например а я россия и вот она здесь встает то есть если в какой-то причине чего-то не выбирается мы здесь где-нибудь пустом месте выбираем и появляется такая линейка да где можно выбрать какую менюшку дополнительно использовать какие виджеты это поля для виджетов например я вам вижу что здесь вот есть какая-то пустое поле вот это вообще не задействованное можно сказать что-нибудь подвесить даже тут есть и количество спутников он даже используем их сейчас и дата время всякие виджеты для скорости видимо это это разные информационные виджеты пробеги но я не знаю она что пробеге есть торможение метра на пути составу и боже мой так ну чего-нибудь заезда автоматически чуть-чуть расстояние общий пробег рассчитанный по gps чуть-чуть расстояние ну вот возьмем вот такую штуку например не знаю вот она тут появилась мы ничего сейчас пока не показывает видимо если мы куда-то поедем она начнет что-то показывать наверное это логично так что мы еще и можем с этим делать если я сюда на него нажму долго ничего не надо сделать еще раз жмем пустое место выбираем этот виджет можно сюда вместо него что-нибудь другое поставить так опять же этот штатный плеер и в общем с этим можно поиграться что я еще хотела показать здесь если вот сюда его долго подержать появляется вот такая дополнительная менюшка и этот виджет который вот здесь напомню находится до его можно двигать то есть нажимается я не тут нажал выбирается виджета до которому с вами выбрали фиолетовым стал цветом и тут стрелочки можно подвинуть хоть вообще на центр на центр экрана ну ладно вот я двигаю центральный виджет вот смысл чтобы был понятен она работает именно вот так сейчас я немножко верну обратно свои виджеты которые расползлись по экрану вот так мы все вернем чтобы это было красиво они абы как ну вот примерно тогда соответственно текст внутри вы можете упорядочивать тут разные опции есть по тексту можно вообще полностью удалить ну например туда который мы выбрали так у нас какой-то текст видимо вот мы возьмем этот который фиолетовый нажмем кнопку удалить все он удалился теперь нам нужно единственное пришло нажать это клубчик применить и здесь еще есть поле которое зуммирует размеры у меня уменьшает в разные стороны то есть это это сюда либо мы его поменьше то делаем в общем это чтобы увеличивать или уменьшать налево направо то есть вот мы его поддактировали она удалилась лишь а теперь у меня и скорость какая-то пропала я видимо ее тоже где-то по дороге удалил но сейчас мы перезагрузим и может она обратно появится видимо я ее до конца сломал пока что-то тыкал тыкал но можно сюда добавить опять виджет а вот он кстати он просто куда-то уехал не супер удобно менюшка это конечно но в целом с ней работать можно раз-два-три очень удобно и удобно то что он выбирает почему-то в фоне вот эти виджеты тут-то конечно надо очень аккуратно тыкать чтобы попадать туда куда нужно нажимаем галочку окей что-то мне не применяется я подозреваю что нужно перезагрузить систему но так скажем обала с этим можно настройки эти все можно сделать под себя там немножко под настроить принципе не так все это сложно как это кажется с первого взгляда так что в принципе пользуйтесь вы настраиваете под себя используйте вот тут опять же да applications яндекс навигатор аудит кстати красивее здесь равняет да и музыку вон можно выбрать видимо другую пункт опять же на видимо через пустое место какой-нибудь пустое место есть есть пустое место куча виджетов видимо расставлена видимо где-то есть еще кнопочка добавить виджет ну-ка вот прекрасно соответственно можем здесь просто музыку нажать и выбрать радио о как хорошо она все подровнялась все удобно красиво так что пользоваться можно я думаю что эти переключалки на треке будут прекрасно работать с какими у какой-нибудь радио россии вот если мышц включим так сейчас у нас все перенастроено радио россии включим манте карло отлично а единственное что надо включить видимо добавить еще какую-нибудь радио сюда о добавлено вызванное отлично мы нажимаем нет не хочет но видимо это тоже можно как-то настроить ну-ка сейчас мы пойдем нажмем редактировать виджеты класс запоминаем все наши виджеты и мы нажмем вот эту вот штуку и здесь мы выберем плеер и просто нажмем чего это предыдущий предыдущий трек не хочет он но самое интересное что как-то я помню некоторое время назад я настраивал у меня получалось переключать треки здесь если я попробую еще раз что-нибудь другое сюда назначить может быть поможет вероятно тут еще есть такая штука что здесь выбирается плеер где-то это было сейчас мы плеер а вот выбрать другой активный плеер вот если я выберу сейчас радио россии то вполне переключаются треки ну есть какая-то особенность да вот видимо где-то настроен надо виджеты которые будут которые будут выбирать каким плеером вы хотите управлять да можно видимо где-то здесь сюда тоже это вынести добавить и она будет можно даже на эту кнопку вот сюда будет добавить и она будет работать вот она в принципе play переключение треков она здесь работает вот эта вот громкость громкость действительно управляется единственное что есть у меня определенные опасения что управляется это немножко не та громкость которая нам нужна потому что видно что системная громкость не трогается да то есть это внутренняя громкость она скорее всего при перезагрузке Sarnaut Music ее восстановит если вдруг вы о ней забудете вернуть ее но имейте ввиду что эта громкость не та которая на крутилке ну наверное все вот такой вот вводный инструктаж по CarWebGuru тут еще много чего видимо интересного есть на чем можно поиграться и настроить достаточно творческий ланчер под тех людей которые готовы запариться настроить его под себя и сделать очень красивый интерфейс у тебя в машине потому что вот ну я так камеру отведу да вот даже то что я настроил оно в принципе смотрится очень даже ничего если вот даже в простом виде вот так вот да с потерянной скоростью но в целом оно гармонично вписывается достаточно и лаконично смотрится особенно потому что если там нужны какие-нибудь специфичные интересные дизайны программа предлагает скачать дополнительные пакеты и уже используя их себе настроить более тонко и специфично под свои нужды ну все на этом всего хорошего до снова до новых видео ну и маленькое видео дополнение как я себе немножко настроил весь интерфейс ну в принципе понравилась вот эта серебряная тема она достаточно хорошо смотрится с прочим интерьером я добавил разные иконки программ поменял нижние виджеты тут про стоянку, про путь какой-то в общем посмотрим как это еще все работает добавил сюда bluetooth еще виджет чтобы смотреть что у меня телефон подключен нашел как редактировать имена длинные вот как здесь да идем сюда в менюшку нажимаем редактировать виджеты и вот здесь можно нажать переименовать и написать какое хочешь какое хочешь вообще название впрочем какую иконку поставить тоже можно другую поэтому в принципе тоже все редактируется а также обнаружил что стандартные плеер можно просто менять нажав долго кнопочку вот этого плеера еще раз вот эта кнопочка так сейчас нажимаем кнопку назад сейчас мы что нибудь выберем вот эту кнопку плеера нажимаем долго соответственно можно выбрать плеер который по умолчанию управляется кнопками назад вперед в принципе достаточно удобная в целом штука пока поиграю с ней покатаюсь посмотрю как она работает достаточно шустро ну и вообще на мой взгляд достаточно красиво она вписывается в общий интерфейс автомобиля ну вот прям прям мне даже нравится оно не оляпно аккуратно только иконочки серенькая и в цвет вот эта вот палочка да она вот прям в цвет так что все до новых видео еще небольшое дополнение уже чуть позже пишу но что нужно сделать для того чтобы этот лаунчер заработал нужно открыть Sorento Music пойти в меню приложения зайти обязательно в меню настройка лаунчера верхней загрузки приложений открыть меню лаунчер выбрать здесь Carweb Guru нажать загрузить он у нас загрузится а потом нажать использовать чтобы он встал по умолчанию дальше на элементы перехвата окон как это мы делали до этого во всех остальных местах нужно указывать именно экшен двоеточие лаунчер то есть вот это экшен двоеточие лаунчер соответственно если вам его нужно на кнопку завести то нажимать абсолютно так же не забываем сохранить настройки у вас все будет работать то есть Субтитры создавал DimaTorzok